У нас производство полного цикла, то есть все детали мы для себя делаем, заготовку полностью. Как красиво элементы экскаватора в металле выглядят. После покраски они еще красивее. Ну, после покраски, да, понятно. Здесь и производится, значит, окончательная доварка. Если мы пройдем чуть дальше, мы увидим робот. Можем изменить объем ковша, длину рукояти, то есть ставить, не ставить разводки под гидромолот или другое навесное оборудование. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Добрый день, друзья. Так случилось, что я попал на Тверской завод. Значит, сегодня Сергей Борисович, операционный директор, покажет нам технологию изготовления экскаваторов. Начнем, наверное, с раскроя металла и по технологической цепочке так и пойдем. Да, я все расскажу. Значит, в настоящий момент мы находимся в основном в блоке цехов завода Тверской экскаватор, который выпускает строительную технику. Значит, в этом блоке находится производство заготовительное, сварочное, окрасочное и само сборочное производство. Значит, мы выпускаем две модели экскаваторов-погрузчиков и линейку экскаваторов-перегружателей. То есть она у нас состоит из трех серий. То есть модельный ряд насчитывает, ну, несколько десятков машин. Мы подошли сейчас на заготовительное производство. Здесь у нас работают машины плазменной резки. Металл подается непосредственно в цех со склада. То есть склад у нас находится за стеной. И на ЖД-платформе он заезжает в цех. Дальше происходит, раскроем металла. То есть непосредственно на этом участке это плазменный раскрой. Ну, насколько я понимаю, плазма, она более эффективна на толстых резах, да? Плазма более эффективна и производительна на толстых резах, да. У нее меньшая точность, чем на лазерах, но зато у нее производительность. Здесь же происходит и вальцовка деталей на этом пролете стоят. Здесь же на этом участке стоит и пилы, то есть это участок круглой резки. У нас на заводе также производит механическая обработка. Это, значит, изготовление гидроцилиндров, это изготовление гидравлики, это изготовление деталей общей сборки. Вся заготовка выходит вот из этого участка. Вот две машины гибочные, вальцы. Одна ЧПУшная для более сложных деталей, другая у нас обычная ручная для менее сложных деталей. То есть у нас производство полного цикла. То есть все детали мы для себя делаем заготовку полностью. Дальше мы выходим на участок резки круглого проката и труб. Вот детали, которые идут у нас на гидроцилиндры. То есть гидроцилиндры у нас изготавливаются, могут изготавливаться из черной трубы, а могут из коннингованной. То есть в зависимости от типа размера. То есть в итоге отсюда уезжает механическое производство партии деталей под мехобработку. Все пилы имеют управление ЧПУ. То есть все происходит по программе. После раскроя детали у нас попадают на дробиочистку. Вот видим детали до дроби. То есть они пока с окалиной. Сюда закладываются детали готовые и проходят через машину. Дробиочистка происходит несколькими соплами сверху и снизу. В итоге мы имеем уже полностью очищенные от окислов детали. То есть на участок сварки они уже попадают полностью готовыми. Сварщику не нужно производить зачистку около шовной зоны. И они сразу варят. Дальше часть металла проходит правку, дополнительную обработку сверловка и гибку. Это испытания какие-то проводятся? Да. Здесь у нас машина. Это участок сдачи. То есть сюда полностью готовая машина уже приходит после испытания. И здесь она сдается. Сейчас мы прошли на участок лазерной резки. Здесь происходит раскроя у нас на лазерах. То есть тоже с двумя столами? Два стола, которые меняются по ходу дела. То есть закладываем металл. То есть металл пошел в производство. То есть в это время на другой стол закладывается у нас материал. Детали и соответственно лист после раскроя. А столов тоже лазерных получается? Три у вас, да? Да, у нас три машины на этом участке лазерной резки. Здесь происходит гибко детали. Это готовые детали после проведения обработки гибки. То есть все происходит по программе. То есть устанавливается оснастка. Под соответствующий гиб в программу вводится деталь. И соответствующие усилия и соответствующий ход стола. То есть в результате получается вот, пожалуйста. Сергей Борисович, то есть сейчас оператор, он только нажимает управляющую клавишку дальше. Но ни силу гиба, ни угол гиба он не задает. Задает программа. Да, все это задает программа. Все, понял. Ну что, мы попали сейчас в сварочное производство. Оно у нас состоит из трех участков. Здесь у нас изготавливается рабочее оборудование. Слышал, что занавески вешают специально, чтобы вредное излучение не было. Ну, то есть на людей проходящих, их друг на друга не было. То есть по всем правилам безопасности, то есть рабочие места должны быть в сварке ограждены. Как красиво элементы экскаватора в металле выглядят. После покраски они еще красивее. Ну, после покраски, да, понятно. То есть детали с других участков сюда у нас подтягиваются. Здесь происходит механическая обработка. Сергей Борисович, а это элемент какого экскаватора? Это элемент машины Е330С. Это гусеничная машина массой 33 тонны. Ну, и здесь мы увидим обработку корпуса поворотной платформы. То есть идет сейчас расточка под посадочные узлы, да? Да, это расточка под посадочные узлы, под механизмы поворота, под ОПУ, расточка, сверловка, нарезка резьбы. Это сварка стрелы, то есть скантователь для сварки. Здесь у нас установлено два. То есть они имеют рельсовый путь, то есть мы можем межцентровое расстояние поменять в зависимости от модели. Потому что видим мы на 140-ю машину стрелу, а вот рядом стоит стрела на перегружателе. То есть она имеет длину совершенно другую, поэтому под нее приходится раздвигать кантователи. Кантователь он нужен для того, чтобы сварщик всегда в удобном положении был. Чтобы сварщик мог варить в удобном положении. Здесь и производится, значит, окончательная доварка. Если мы пройдем чуть дальше, мы увидим робот. На этом роботе сейчас происходит сварка... А, прихватки, да? Да, здесь прихватки. Это металлоконструкция после сборки. То есть робот все-таки он делает прихватки или он постояет? Нет, робот варит основные швы, проходит. А почему тогда идет деление? Что-то варит робота, что-то люди? Значит, робот варит основные швы. То есть у робота есть ограничения, значит, по подводу к труднодоступным местам. В некоторые, значит, места он просто не подходит. Потом идет операция обвеса, то есть это бонки, планки, то есть куда потом прикручиваются трубопроводы и прочее рабочее оборудование. А основные швы проходит робот. Самое ответственное – это сварка основных швов. Но сюда деталь попадает уже после сборочной операции. Сборочная операция происходит в оснастке. То есть кондуктор пневматически сжимает, я смотрю, да? Да, этот кондуктор зажимает через пневматику. А рядом механическая. А это, значит, кондуктор, который зажимается просто зажимами. То есть здесь собирается, так скажем, вся коробка, и она здесь прихватывается. И дальше готовая коробка уходит уже на следующие операции, то есть на робот и дальше по процессу доварка и механическая обработка. А почему краски? Это не краска, это мел для проверки на герметичность. Такая технология. Ну, у нас технология, да, это проверка на керосин. В принципе, это не новая технология. Мы его мелим, отправляем в цех потребитель, так как здесь нельзя керосином проверять, и там уже проверяют на керосин. Да, вот сейчас мы вышли как раз к красочной камере. Значит, она у нас состоит, значит, это завеска. То есть мы сейчас видим, тут есть подъемные столы, то есть тяжелая металлоконструкция. На тележке сюда подходит, одна поднимается, зацепляется, и идет уже дальше дробиочистную камеру. То есть идет дополнительно еще раз дробистройка? Да, то есть у нас основная подготовка к окраске – это дробиочистка. То есть вот металлоконструкция, она прошла дробиочистку. Ага, ну вот видно, то есть. Все, здесь уже их, значит, сняли защиту, вот, которая она стоит перед дробистройкой. Ставили втулочки защитные. И дальше металлоконструкции будут заходить в окрасочную камеру. А, тут специальные ставятся еще заглушки технологические, чтобы туда дробь не попала, да? Да, да, чтобы и дробь не попала, и окраска туда тоже не прокрашивалась бы. Здесь производит окраска. А, ну там сушка, судя по температуре, я чувствую. Да, а следующий идет – это участок сушки. Вот это участок изготовления поворотных платформ. А вот это что за камера такая? Вот здесь мы видим, это моечная машина, то есть трубопроводы, большая часть трубопроводов изготавливается тоже нами. То есть трубопровод, он внутри промывается? Внутри промывается обязательно. Чтоб не попало ничего в гидравлику? Да, чтобы в гидросистему машину не попала грязь, окалена. Участок сварки и сборки поворотных платформ. Мы видим сборку поворотных платформ у машины Е330. То есть тот корпус, который мы видели на двуосточном станке, он сюда приходит. И здесь он уже обрастает балками и всеми элементами. Опять же здесь происходят прихватки. И дальше следующая операция – отсюда встает на тантователь, полностью обваривается. Потом я смотрю, вот идет зачистка, да? Да. Машинка интересная. То есть труднодоступные места, то есть вот такой машинкой достаточно удобно подлезть. То есть нужно убрать брызги, а кален со сварочного шва. Ух ты, какой большой станок! ТОС Вансдорф – горизонтально-расточной станок. То есть предназначен для обработки элементов ходовых рам, тех же самых корпусов поворотных платформ. То есть возможности станка очень большие. Здесь у нас сварка ковшей, рабочей оборудований, которые устанавливаются на нашу машину. Здесь же происходит механическая обработка, расточка металлоконструкций, сборка ходовой рамы. Сейчас оператор подвезет аутриггерную балку и прихватит. И в принципе ходовая рама готова к следующей операции. Значит мы опять попали вот на участок роботов. То есть здесь роботы производят сварку ходовых рам. Мы ее не видим, но она ушла уже на следующую операцию. Это вот робот, они еще передвигаются вверху получается по направляющим? Да, то есть она движется по направляющим. То есть и плюс у них сварочная горелка прикреплена вот к руке, которая имеет нескольких степеней свободы. Дальше мы попадаем в сборочное производство. Аккуратно, светло, очень красиво. Вот здесь мы видим участок, где снимаются металлоконструкции после окраски. Здесь же принимаются службы качества. И дальше они подаются уже на участки потребителя. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Ну что, мы попали на основной сборочный конвейер. Значит, участок разбит, то есть на две линии. То есть мы сначала попадаем на участки подсбора. Значит, на этом участке происходит подсбор дизелей. Дизеля, радиаторы. Значит, вот это у нас 536-й ЕМЗ шестицилиндровый. То есть он уже подготовлен для монтажа на поворотную платформу. Здесь мы видим Каменцы, производство КамАЗа. Также мы, значит, ставили до сих пор дизеля Дойцы. Ну и минские дизеля. То есть мы к ним возвращаемся на наши 14-х, 145-х, 185-х машинах. Я смотрю, вот здесь вот управление БОЖ стоит. То есть насос, вероятнее всего, тоже БОЖ, да? Форсунки. Как обстоят дела-то с поставками? Ну я за ЕМЗ, наверное, не буду полностью все рассказывать. Но я могу сказать, что мы уже ожидаем поставок двигателей с локализованными узлами. То есть они уже будут приходить с другой системой управления. То есть с другими насосами. Но поставки нам подтвердили. И мы ждем эти модели. И еще вопрос. Вот у вас наверняка использовалась и используется сейчас сталь высокопрочная, там шведская, в стрелах, в элементах экскаваторного ковша и так далее. В основном в ковшах мы использовали. Есть на что менять? По металлу у нас проблем с остановкой производства не будет. То есть у нас есть свой металл в России, который... В России есть металл, который мы используем для производства наших машин. В этом цехе изготавливаются и гидравлика, гидравлические узлы. Такие как гидрораспределители, центральные коллекторы, ПГК, ПГА. То есть узлы тоже для наших коллег ОМГ, СДМ, усилители. Вот это непосредственно гидроцилиндры. То есть участок сборки, два стены для испытания, моечная машина. Цикл производства полный. На этом же участке, где у нас происходит сборка, происходит обработка гильз. То есть гильза у нас изготавливается или из черной трубы, или из хонингованной трубы. Значит, на следующем пролете изготавливаются штака. Вот как раз мы их сейчас снимаем. То есть токарная обработка, накатка, гальванопокрытие и сварка. То есть все находится в этом цехе, кроме гальванического покрытия. Здесь сходятся в одно место гильзы, которые отсюда попадают на моечную машину. И дальше на участок сборки. Значит, мы сейчас вышли на участок по изготовлению штаков. Станки SL40, токарная обработка. Причем я смотрю, в основном американские станки трудятся. Ну, мы их закупали где-то, наверное, с 2004 года. И закупали, то есть несколько лет подряд. Поэтому в основном вот стоят ТААСы. То, что сейчас в Формуле-1 у нас ездит. А накатка, штока, хонингование этих поверхностей тут же происходит? Значит, накатка, штока происходит дальше по процессу. Значит, хонингование мы практически не используем. То есть у нас идет процесс раскатки. То есть из черной трубы. То есть сначала у нас черновая голова проходит, растачивает. Чистовая, и потом идет уже сама раскатка. То есть ролики накатывают поверхность. Оно и упрощняет поверхность, самое главное, дает нам чистоту, необходимую для работы цилиндра. Ну вот участок по обработке гильз. И дальше уже вот из этой черной трубы она превращается в зеркало. Так это что получается, деревьяшками что ли или как? Это спецбруски. Специальные бруски, а что за дерево? Дуб. Бруски просто направляются? Да, да. Направление. А, вот они, наверное, да? Ролики-то, которыми накатывают? То есть вот этот элемент ролика, он и производит накатку. Он как раз под него остается припуск. И он при раскатке, то есть дает нам точность и раскатывает поверхность, то есть упрощняет поверхность. А какой самый длинный цилиндр, который вы делаете? Мы делаем двухметровый. По нашему конструктиву это пока достаточно, хотя на будущее планировали уже 2,5 метра как минимум иметь здесь тоже оборудование. На ближайшее будущее, так скажем. То есть тут термообработка производится? Это термообработка, да. Здесь у нас происходит закалка, отпуск, цементация, то есть шахтные печи и печи камерные. То есть уши, получается, тоже закаляются, да? Да. То есть мало того, что втулки термообрабатываются, да, еще и само ухо тоже, получается, закалка делается? Ну, обычно нормализация делается, ну или улучшение. А улучшение нормализации, напомните ее, что за процесс? В институте это рассказываю, но честно, забыл. Это закалка плюс высокий отпуск, то есть термо снижается. А, снижается. Нормализация, это приведение структуры там. А, то есть когда есть внутреннее напряжение, они убираются, да? Убираются, да, совершенно так. Нормализация, да, это? Да, нормализация. Ну или отжиг. Не, мне правда любопытно. Значит, здесь производятся все кабины для нашей техники. То есть цех полного цикла, начиная с заготовки, сварки, окраски и заканчивая сборочным производством. Здесь мы видим сборку кабин и полов для экскаваторов. Такой вопрос хотел задать. То есть ведь кабины из-за абы какого профиля не сделаешь? Вы его покупаете или где берете? Значит, профиль мы покупали до сих пор импортный, значит, и уже буквально с конца прошлого года, то есть мы перешли на профиль производства «Россия». То есть мы, значит, заказали оснастку, нам сделали оснастку и на нашей оснастке нам изготавливают профиль. А кабины у вас, я не обратил внимания, они же на разных экскаваторах погрузчика немножко отличаются? Да, у нас несколько моделей кабин. То есть сколько получается? Для ТЛБ один вид кабины, значит, для экскаваторов три вида кабины. Вот это экскаваторная кабина? Да, это кабина для экскаватора. Это наш ТХ-220. Это та модель, что мы видели на выставке. То есть она еще не готова, то есть производит окончательную сборку. То есть здесь соединяется пол с кабиной, то есть они отдельно собираются на постах и здесь также соединяются. То есть это у нас кабина на ТЛБ. ТЛБ 825-й, 935-й? И 935-й, да, они отличаются только электрикой, то есть практически одинаковые там. Вся стекло что используете? Наша российская. Ну это борст стекло, салават стекло, не знаете? Тут нет стекла. Просто я смотрю, здесь еще специальные стекла. Да, да. То есть мы перешли с ирландских стекол вот позапрошлого года. Пришлось отработать технологию вместе с ними, то есть немного помучались, но в итоге вот последние стекла уже добились качества. То есть радиусные стекла? Да, радиусные как раз проблемы, а еще и отверстия. А, это фиксатор двери в открытом состоянии? Да, фиксатор двери. Вот испытательная камера для дождевания. Сюда заходит кабина, заводит, включается давление, то есть форсунки, и производится дождевание кабины. То есть здесь также такой же процесс, как и в основном производстве. Отрезка заготовок, то есть две лазерные машины. Металл здесь толстый не нужен, поэтому плазма здесь не нужна. Это машина для правки металла. А, это лист выправляет? Да, лист закладывается и происходит правка. То есть особенно актуально для баков, для капотных систем. Дальше по техпроцессу, это у нас гибка. Ну и дальше заготовка уже вот у нас выходит в некий супермаркет. Отсюда уже детали подаются на сварку. И отсюда конструкция подается на участок окраски. Здесь уже нет дробиочистки, потому что здесь это не требуется. Здесь уже мойка и подготовка к поверхности. А мойка в чем? Специальный раствор? Да, раствор. Ну, там же, как он называется-то? Господи, фосфатирование? Фосфатирование, ну замочного цикла, да. То есть фосфатирование, потом сушка, потом покраска. Да, сушка и дальше окрасочные линии с сушильной камерой, то есть они у нас находятся вместе. Сюда выходят, здесь они комплектуются и отправляются на сборку уже в крашенном виде. Ну и дальше участок сварки. Здесь у нас свариваются все кабины для всей техники. Это серия Е185-145 кабины. Там дальше стоят у нас кондуктора и контователи под кабину ТЛБ. А это, я смотрю, решетка какая-то, наверное, для фукса как раз, для перегружателя, да? Защитная решетка, да. Мы ставим и на перегружатели, то есть экскаваторы. То есть часть у нас комплектуется в обязательном виде, защитная решетка. Ну это высоко точно получается, наверное, нарез. То есть это на лазере, наверное, да? Все, это с лазера, да. Ну здесь более точная заготовка нужна для таких. Насколько все-таки технологии упростились, когда появились лазеры и плазмы? Согласен. Ну и дальше, с левой стороны по ходу движения, то есть это у нас участок сборки поворотных платформ. То есть на этом участке закладывается поворотная платформа и полностью, то есть в итоге она у нас собирается. Дальше пройдем, вот к потоку вот так идет. То есть закладывается машина, то есть дальше она пробивается гидравликой, дальше ставятся дизеля, вернее электрикой, дальше ставятся дизеля, гидроспределители, механизмы. Все подсоединяется. Ну и в итоге, после всего, как бы все будет смонтировано, машина готова к накрытию. С правой стороны мы видим как раз процесс сборки ходовых рам. А, то есть параллельно идет с этой стороны рама, с этой стороны идет рама. Нижняя часть, с той стороны верхней? Да, с той верхней, и они вот так у нас движутся. Сюда рама закладывается, после полной сборки она поднимается и переворачивается. И в конце участка происходит накрытие. Дальше устанавливается рабочее оборудование, прям на этом же посту. Тут же машину заводит, осматривает службу качества, и машина уходит на испытание. Сергей Борисович, а траки чьи используются? У нас, значит, поставщик-профессионал, то есть это из Италии, и плюс, значит, шантуй, это Китай. То есть ее завели, посмотрели, чтобы нигде ничего не бежало. Направили, значит, завели, потому что только на заведенной машине тут можно уже рабочку доставить. И дальше мы ее здесь протягиваем, то есть вы видите диаметрические ключи. Я смотрю, гидролиния сразу выведена, да, это? Идет опционально или в базовой комплектации? У нас каждая машина имеет свою комплектацию, то есть в зависимости от заказа уже производство идет со своими какими-то опциями. Можем изменить объем ковша, длину рукояти, то есть ставить, не ставить разводки под гидромолот или другое навесное оборудование. Если надо, можем цвет поменять. Все зависит от покупателя. Какие предприятия в холдинг входят в ОМЖ? То есть я знаю, что у нас Челябинский завод, ЧСДМ. Челябинский завод, ЧСДМ. Это Брянский арсенал. Это наш Тверской экскаватор. Это Эксмаш. Четыре. Огромное спасибо Сергею Борисовичу за проведенную экскурсию по заводу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok